Друзья, всем привет! Добро пожаловать в рубрику по обзору тем для смартфонов Xiaomi Redmi Poco. В этом видео сделаю обзор интересных тем, которые порекомендовали подписчики к предыдущему видео в комментариях. Спасибо, друзья, за рекомендации. А вы же можете написать в комментариях к этому видео, какими интересными новыми темами пользуетесь вы. Я их потестирую и самые лучшие войдут в следующий выпуск по обзору тем. Ну а мы, друзья, приступаем к обзору. Как обычно, все эти темы доступны в стандартном приложении темы и найти их можно по названию через поиск. На каждом названии темы я буду останавливаться и говорить, а также название тем оставлю в описании под видео. Первая тема называется Glossy OS. Особенность этой темы – это крупные объемные иконки на рабочем столе. Ну и не только, конечно, на рабочем столе. Они идут все полностью перерисованы и идут очень крупные. Иконки выполнены в едином стиле. На рабочем столе у нас отображается виджет времени, день недели. Обои на рабочем столе выполнены в таком игровом темном стиле. Статус бар немножко переработан. Перейдя в меню главных настроек, здесь у нас тоже изменен интерфейс иконок. Заходим о телефоне. Вот таким вот образом это переработано. Шторка. Шторка изменена. Выполнена тоже в объеме, когда идет заполнение. Верхние тоглы при активации цвета изменены. Нижние тоглы активируются красным цветом. Включаем темный режим. Давайте протестируем на темном режиме. В темном режиме шторка не слетает, а зайдя в меню главных настроек, здесь тоже все отлично, интерфейс изменен. На экране блокировки отображается время, день недели, дата, погода, обои с рабочего стола, быстрый доступ к звонилке, камере смартфона, двойным кликом доступ к музыкальному плееру и вверху вот такая кнопка 1. Мы можем изменить стиль виджета. Доступно три варианта. Также есть хоместайл можно изменять, но вот изменений я не заметил. Во время заряда на экране блокировки внизу отображаются проценты. Следующая тема Under the Mushroom. Тема выполнена в осеннем стиле с максимальной переработкой иконок. Иконки выполнены в нарисованном стиле. Интересно то, что даже сторонние иконки полностью перерисованы и изменены. Крупное отображение иконок идет. Вот если мы посмотрим и другие иконки тоже, друзья, сторонние иконки все перерисованы. Зайдем даже в инструменты. Отображение идет следующее. Google приложение тоже все полностью изменено. На рабочем столе заблюренные обои с анимацией. Внизу отображается анимированный мышонок, на которого капает дождь. На рабочем столе отображается крупный виджет времени, количество пройденных шагов, погода, день недели, дата. Звонилка, сообщения, камера смартфона, браузер тоже полностью изменены. Перейдя в меню главных настроек, у нас переработан фон, у нас идет все отдельными блоками. Шрифт изменен, иконки изменены. Заходим о телефоне, тоже полнейшая переработка, все отдельными блоками отделяется. Строка поиска тоже изменена. Тестируем шторку. Шторка тоже, друзья, в таком же стиле, в нарисованном. Интересно отображается. Если мы включим темный режим, то в темном режиме шторка не поддерживает темный режим и становится самое обычное от MIUI. И меню главных настроек тоже идет стандартное. Если мы перейдем на экран блокировки, обратите внимание на обои, переходим на экран блокировки, и здесь у нас уже не заблюренные обои. Вверх отображается стрелка для разблокировки, быстрый доступ к камере смартфона, анимированные обои. И вверху у нас время, день недели, плюс дата. Ну а во время заряда на экране блокировки отображается следующая анимация, плюс процент заряда батареи. Следующая тема называется Unsupast V12.5, оптимизирована под MIUI 12.5, но в MIUI 13 тоже работает. На рабочем столе крупный виджет времени, цифровой формат, день неделя, включенный либо выключенный будильник, погода, виджет времени идет кликабельный. Можно перейти в быструю настройку будильника и времени. Объемные, среднего размера иконки на рабочем столе. Некоторые идут анимированные, к примеру, темы, иконка анимированная, док бар переработан, статус бар тоже полностью изменен. Хорошо переработанные иконки, настройки тоже у нас идет, вращается шестеренка с анимацией, инструменты заходим, тоже все изменено. Проверяем меню главных настроек, сейчас у меня включен темный режим, все идет по стандарту. Смотрим на шторку, шторка идет стандартная, включаем светлый режим, здесь тоже все без изменений и зайдя в меню главных настроек, тоже все по стандарту. Во время сворачивания настроек идет анимация. А перейдя на экран блокировки, у нас отображается крупное время, день недели, дата, погода, количество пройденных шагов и быстрый доступ к музыкальному плееру. Свайпом вправо, быстрый доступ к фонарику, темам и ми пульту. Свайпом вправо, быстрый доступ к камере смартфона. Тема выполнена в темном стиле, незагроможденная, занимает всего лишь 8,2 мегабайта, называется Full Moon Ring. Тема выполнена в темном стиле, вверху виджет времени, отображается день недели, дата, погода и такое звездное небо. Если мы посмотрим на обоину, то здесь у нас такое ясное звездное небо, внизу отображаются горы. Значки здесь изменены, переработаны, заходим в инструменты, вот таким вот образом отображается. Google значки вот таким вот образом. Dog Bar тоже переработан. Давайте еще раз на значки посмотрим. Шторка стандартная. Перейдя в меню главных настроек, тоже все по стандарту. Включаем темный режим. Шторка идет стандартная и меню главных настроек тоже идет без изменений. А перейдя на экран блокировки, здесь самое интересное. Здесь нас встречает анимированный виджет времени с анимированной секундной стрелкой. Вокруг тоже полная анимация идет. Обои рабочего стола. Ниже отображается день недели, дата. Во время заряда на экране блокировки отображается уровень заряда и плюс проценты. Идем далее. И следующая тема в этом обзоре называется Realme Legacy. Тема выполнена в стилистике смартфона в Realme интерфейса. На рабочем столе отображаются следующие обои. Есть возможность изменить обои на другие высококачественные. Обоев здесь достаточно много и можно подобрать, которые понравятся вам больше по вкусу. Можно задать размытие обоев. Когда сделали настройку, нажимаем крестик и закрывается эта панель настройок обоев. Док бар у нас изменен. Статус бар тоже переработан. Значки здесь в таком стиле интересном выполнены. В стилистике Realme. Перейдя в настройки, у меня включен темный режим. И здесь у нас значки перерисованы и изменены. Заходим о телефоне. Здесь все по стандарту. Шторку. Шторка идет обычная. У меня был включен темный режим. Включаем стандартный режим. Здесь у нас тоже стандартная шторка. А меню главных настроек переработано. То есть тема поддерживает как светлый, так и темный режим. Давайте протестируем экран блокировки. На экране блокировки отображается крупный виджет времени, день недели, дата, такие высококачественные обои. И плюс вот здесь, обратите внимание, анимация во время разблокировки. А еще здесь интересная анимация во время зарядки смартфона на экране блокировки. На этом, друзья, у меня все. Если поддерживаете данную рубрику, не забудьте поддержать видео лайком, подписывайтесь на канал. Здесь еще будет много интересных видео. И пишите в комментариях темы, которыми пользуетесь вы, новыми, самыми интересными и самые лучшие войдут в следующий выпуск. Всем пока и до встречи в новых видео.